Всем привет, с вами Ольга. Сегодня будет небольшой такой домашний влог. У меня планы нарушились, на улице началась настоящая опять зима. Уже половина автолюбителей переобулись на летнюю резину, поэтому... Ну, я к ним еще не отношусь, я обычно это позже делаю. Поэтому, в общем-то, я сегодня осталась дома и решила, что сниму влог. Вот, в общем, мне надо было сегодня забирать заказ Фаберлик. Вообще не вчера, а в понедельник, на самом деле. Ну, я как-то никак не доеду, честное слово. И в последнем видео я показывала две вот такие кисти для макияжа. Вы меня в комментариях спрашиваете, ну, кто-то что за кисти, кто-то спрашивает, какие мягкие, не мягкие, хорошие, не хорошие. В общем-то, это кисти Реал Техникс, я их приобрела в подружке. То есть, я не заказывала на iHerb, как это многие думали и, ну, думают и делают, да. Вот, в подружку просто пошла. Так получилось, что было 15-е число. 15-го числа там скидка постоянно у них. А если прийти до 12 утра, то еще скидка. Короче, где-то 20% я выгодовала с этого, ну, с покупки. Вот это вот мне очень понравилось для пудры. Она, видите, такая прямо пушная, хорошо набитая, мягенькая. Материал тут синтетик, но все равно вот очень мягкий. У меня были китайские кисти из козы. Они такие, знаете, ну, довольно колючие, так скажем. Вот, это же намного мягче, приятнее к коже. Мне понравилось. И вторая вот такая вот для румян. То же самое. Реал Техникс. И на этой написано браш. Так. Паудер. Паудер браш. Интересно, видно, нет? Мне, честно, нифига не видно. У меня все отсвечивает. Ну, в общем, вот. Вот так. Я под видео, на всякий случай, ссылку вот на это оставлю. На что я написала отзыв. На эту я, так думаю, тоже напишу, но пока еще не готова. А тут блажь браш. О, это вроде бы видненько. В общем, классные. Классные кисти. Для лица теперь у меня кисти есть. Теперь хочу прикупить для глаз. Может быть, у кого есть какие-то хорошие именно вот примеры использования. Ну, мак я бы не хотела рассматривать, если честно. Вот кисти Real Techniques я посмотрела, мне показались они слишком большими. Ну, в любом случае, может быть, напишите в комментариях, кто пользовался. Может, есть у кого Real Techniques. Может, они на самом деле удобные. Это мне так просто показалось, что они такие гигантские. Вот, потому что у меня в хороших кистях, честно, опыта нет. Я заказывала из Китая неоднократно. И вот несколько покупок были супер-мега удачные. То есть, вот мне пришла подделка под мак. Но я заказывала просто как кисти. А китайцы там написали мак, номера там расставили, как положено. Вот такой вот огромный набор. Ему уже 4 года. И, ну, половину я бы выкидывала за ненадобностью. А те, которые ходовые, так они до сих пор, я ими пользуюсь. Они из натурального ворса, они офигенские. Вот, но это была вот единоразовая такая покупка. Остальное так, как-то, знаете, пришло, вроде попользовалось. Вылезло, выкинул. Вроде недорого, вроде не жалко. Ну, что-то как-то надоело на самом деле. Вот, поэтому посоветуйте, может быть, есть у кого опыт. Я тогда тоже куплю себе, потом вам расскажу свои впечатления. Так, потом недавно в Инстаграм я выкладывала вот такую вот фоточку с моим новым ежедневником, еженедельником. Я покупала под впечатлением, под впечатлением от книги. Мне подруга порекомендовала книгу «Как привести дела в порядок». Дэвид Аллен, автор, и я ее прочла, ну, правда, в электронном виде. Во-первых, я поняла, что она мне теперь нужна в бумажном, потому что такая книга, мне кажется, должна быть, и к ней хочется возвращаться. То есть автор там описывает то, как надо расставлять как бы приоритеты, как надо записывать какие-то события, как это надо все вот вести, чтобы именно ничего не забывать, все успевать. Вот, книга на самом деле очень ценная. И если раньше я, например, вела ежедневник, да, я писала просто дела, какие мне надо сделать, ну, то есть, я не знаю, там, сходить в магазин, убраться, там, снять видео. Если у меня какая-то мысль возникала по поводу темы видео, я записывала там в скобочках, там, такое-то, такое-то, или в другом блокнотике я вела, что мне надо, там, видео, мыло, например, запрос был какой-то, вот я себе делала пометку. То есть когда-то у меня когда-нибудь случится вдохновение, я туда залезу, да, когда начну варить мыло, и посмотрю, что я смогу сегодня сделать. И то же самое по поводу видео. А здесь он предлагает писать все, что ты подумал. То есть у тебя должен быть под рукой все время какой-то блокнот, да, твой. И вот, ну, не знаю, ты идешь, вот посмотрел там туда, тебе в голову какая-то мысль шибанула, запиши. И, в общем-то, таким вот образом, когда мы начинаем это все записывать и отдавать вот бумаге, да, то у нас как бы голова освобождается и в нее могут полезть новые мысли. Ну, это я так, на таком простом уровне, но смысл такой. Вот, поэтому, кто не читал, я реально советую это сделать, прочесть эту книгу, сделайте точно для себя много таких интересных выводов. И я ее хочу сейчас заказать в бумажном виде. Я так думаю, что если ее еще раз прочесть, то можно и еще раз оттуда что-то интересное для себя почерпнуть. Еженедельник, он такой, видите, яркий, красочный, там плотные, хорошие странички. Он не годится именно как дневник, да, то есть именно вот писать там все по пунктам, там, конечно, нужно будет больше бумаги, больше свободного места. То есть это как такой, знаете, как планировщик, так скажем. Тут можно вот написать дела, которые нам необходимо сделать, и там уже ставить галочки или там плюсики, ну, кому как удобно, о их выполнении. И вот такая у меня книжечка, в которой я пишу именно мысли, которые приходят в голову, там идеи по поводу видео, вообще то, что я подумала. И также рабочие моменты, которые касаются и заказов, и того, что я купила, заказала. Ну, в общем, вот мне удобно. Так в одной. И вот такой вот толщины книжечка у меня как раз где-то за год испишется. Еще недавно для дочки в Леонардо я приобрела вот такую вот коробку карандашей, огромную. Когда я была в ее возрасте, ну, не в ее, а чуть-чуть постарше, у меня тоже были карандаши вот такой вот фирмы. Это Голландия. Ну, мы тогда и проживали как бы какое-то время. Сейчас я вам покажу. Это, конечно, вообще супер. Гляньте. Они очень мягкие, такие вот классные. Они отлично рисуют. Тут просто огромный выбор цветов. И она несколько дней порисовала этими карандашами. Я посмотрела, думаю, господи, как же здорово. И вот, что я купила. Вот. Ну, то есть я подумала, что у дочки будет много этих карандашей, чтобы красить. Я тоже могу немножко покрасить. Конечно, заморачиваться на этих раскрасках я не собираюсь. Будем красить вместе с дочкой. Вот. Но иногда, знаете, бывает вот, когда особенно мозговые какие-то штурмы. Это все написал на бумажку. Вроде голову освободил, посидел немножечко. Порисовал. И могу сказать, что мне нервы оно успокаивает. Вот некоторые говорят, очень нервы успокаивает. Не знаю. Я с этим не согласна. Особенно, когда мелкие детальки какие-то начинаешь рисовать. Так наоборот. Вот. А так вот просто минут на 5-10, чтобы отвлечься. Это я к чему говорю? Что вот эту вот картинку, ну, я где-то, наверное, около недели. Около недели красила. Ну, так. Так. Периодически. Еще я решила попробовать купить очки. Ну, как попробовать? Просто я эту фирму не покупала. Флоранж я решила заказать. Смотрите. Они пришли вот в таком вот огромном, красном, плотном, прям очень плотном футляре. Порадовал, на самом деле, качество. Тут все такое бархатное. Внутри идет тряпочка, чтобы протирать очки. И вот такая отверточка. Я отверточку уже раскрутила. У нее с одной стороны крестовая такая малюсенькая отверточка, которая подходит как раз к очкам, которые были в этом футляре. А со второй стороны такая плоская, как она там, шлицевая, по-моему, она называется. Или как-то так. Вот. В общем, смотрите. Сбоку они украшены такими вот железячками со стразами. Потом имеют довольно затемненные линзы. Вот. И здесь, ну так, у них плотный такой ход. Вот. Но я так думаю, что надо немножечко там подкрутить как раз этой отверткой. И вот так вот они на мне... Ой. Что-то... Так вот на меня они выглядят. Вот. Ну, в принципе, на как бы мой овал или круг, не знаю, как правильно сказать, лица, вот, мне вот такого вот плана больше подходит. Ну, по крайней мере, мне больше нравится. По качеству мне понравились они. Я вот не знаю точно пока оправдана как бы цена или нет, потому что они по каталогу стоят около двух тысяч. Вот. Ну, плюс еще скидка консультанта. То есть они мне где-то обошлись, наверное, в тысячу шестьсот. Я думаю, вот примерно так. И они шли автозаказом, поэтому доставка была 9 рублей. Вот. Думаю, что будет все нормально. Ну, вот я поняла несколько лет назад, главное в очках это именно вот линзы. То есть если хорошие линзы, то тогда и денег, потраченных на очки, абсолютно не жалко. Вот, к сожалению, я в Китае заказывала опять же очки. Это, ну, один раз были хорошие. В остальных случаях были такие, что ты или идешь через что-то, переступаешь, или просто через 5 где-то минут, 3-5 минут после того, как ты их надел, у тебя начинает просто кружиться голова. А так как у меня еще свои линзы, то есть я плохо вижу, и это еще накладывается на корявые линзы китайских очков, то мне кажется, что в этом случае, конечно, лучше переплатить и купить себе нормальные очки. Ну, мне так кажется. Я на всякий случай под видео тоже оставлю ссылку на эти очки и также ссылочку, как можно получить на них скидку 20%. Вот, ну, там не только очки, там огромный ассортимент. Это Фаберлик, Флоранш, это все вместе. Вот, то есть просто как интернет-магазин можно покупать для себя, либо же строить бизнес. Но это уж совсем другая история, это далеко не всем подходит. Также еще я хотела пару слов сказать о книге, которую я наконец-то дочитала. Наконец-то не потому, что она была долгая и нудная, а потому что ее невозможно читать на одном дыхании, хотя читается она очень легко. Дело в том, что когда ты начинаешь вот именно видеть, что тут, то идет, во-первых, гипермотивация и очень большое, наверное, осознание, вообще осознание происходящего и какое-то переосмысление. Автор книги Джон Эйков и называется она «Начни». И вот здесь вот в красненом кружочке написано «Врежь страху по лицу, перестань быть нормальным», ну, в кавычках, и займись чем-то стоящим. Я понимаю, что сейчас многие, кто смотрит, подумают, блин, бред какой-то. Вот, ну, так оно и есть. Книга – это о том, как стать незаурядным человеком. И тут очень много хороших примеров. Я себе сделала краткое содержание, то есть, ну, как я определила для себя основные моменты, которые вот на меня именно произвели большее впечатление, пока я читала эту книгу. И поэтому я так думаю, что я не буду сейчас вдаваться в подробности, да. Вот, наверное, лучше мне записать отдельный ролик, конечно, с ссылкой на автора и, ну, как типа мега такая рецензия а-ля «Пересказ». Вот, вот что-то типа того. И еще хотелось пару слов сказать про свое питание и про успехи или, скорее, результаты, которые я получаю. Вот, во-первых, мне приятно ваши комментарии, что некоторые замечают, что какие-то происходят изменения. Я, кстати, не могу сказать, честно говоря, что я их вижу. Может быть, потому что я вижу себя слишком часто, не знаю. Но вот на весах у меня разница реально в полкило. То есть, ну, это практически вообще ни о чем, да. Вот, но при этом я могу сказать, что по брюкам, то есть вот по объемам, у меня ушло где-то порядка 4, например, сантиметров живота. Вот, ну, пусть это не быстро, пусть это там медленно, да. Зато мне комфортно, мне вкусно. И, как бы, я не нахожусь там в каком-то вот таком вот состоянии, как я была на диете, когда я была готова сожрать просто вообще вот все, все, что я видела. Даже я начала рыбу уже вот так. Я рыбу, в принципе, не особо люблю. А сейчас я просто размеренно ем, считаю калории, считаю порции, то есть с весами, вот. И я так думаю, что медленно, но верно, все-таки я буду дальше продвигаться к своей цели. И поскольку мне очень захотелось чего-то вкусненького такого и необычного, то я решила на завтрак себе сделать прямо с вечера булки. Вот, ну, не только себе, правда, я буду делать на всю семью. И купила булочки разные, там вот и пшеничные, и гречневые, и кукурузные. И сегодня мы будем делать вот такие вот булочки фаршированные. Может, не очень полезно, но реально очень вкусно. Для начала берем грибы. Я взяла шампиньоны. Я их все время чищу. Я знаю, что многие так не думают, что так надо делать. Мама вообще говорит, это перевод продукта. Но мне кажется, что их надо чистить, потому что я боюсь, что там будет что-то внутри. Потом я их режу. Режу на кубики. Вы можете порезать, ну, как вам нравится, но мне кажется, лучше мельче. Далее я беру охлажденную колбасу. У нее хороший состав, она из индейки, поэтому я ее могу поесть. Так колбасу другую с длинным составом я не ем. Режу вот на такие кубики. И дальше готовлю сыр. Вот беру сыр. Тоже его нарезаю мелкими кубиками. И начинки можно делать разные. Я буду делать несколько сразу. Вот у меня получилось, видите, сыр, колбаса, грибы в одном месте. Потом у меня будет сыр и колбаса. И еще будет с перцем. Теперь я размешиваю одно яйцо куриное и вливаю в свой фарш, так сказать. Дальше я это все перемешиваю и буду делать булочки. Булочком отрезаю верхушечки и вынимаю оттуда мякушечки. Потом, кстати, из этого можно сделать панировочные сухарики. Ну, из мякоти, которую мы вынули. И у нас получаются вот такие вот, как горшочки. Дальше мы горшочки наши фаршируем. Вот как раз это я делаю, где колбаса, сыр, грибы залиты яйцом. И второй еще будет у меня вариант сыр. Так, сыр, колбаса, перец. Ну, короче, то же самое, только с перцем. И третий вариант будет просто сыр и колбаса. И потом это все отправляем в духовку примерно градусов, ой, я не помню, на 200 я, по-моему, ставила. Вот, минут где-то на 15. И получаются вот такие вот фаршированные хлебные горшочки. И на сегодня это все. Спасибо большое, что были этот день со мной. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok